25 тысяч зрителей присутствовало на матче партизан-цервена-звезда. Еще больше подтверждений, что футбол и прежняя жизнь постепенно возвращаются. Всем привет! Ла Лига официально вернулась. Гиггс рассказал, как Роналду дерзил в Манчестер Юнайтед, а ученые выяснили, кто же все-таки круче – Месси или Роналду. Друзья, уже сегодня состоится ответный кубковый матч между Ювентусом и Миланом. Кто выйдет в финал Кубка Италии? Пишите в комментарии точный счет матча. А теперь подарите нам лайк, ведь мы начинаем! На Хаверца претендуют Челси, Реал, Барселона, МЮ, Бавария и Нью-Касл. Каутинья хочет вернуться в АПЛ. В его услугах заинтересованы Нью-Касл, Тоттенхэм и Эвертон. FIFA разрешила футболистам выступать за три клуба в течение одного сезона. Делле Алли пропустит матч с Эмью и выплатит 50 тысяч фунтов за шутки про коронавирус и людей азиатской внешности. Переход Вернера в Челси задерживается из-за медосмотра. Игрок не может прилететь в Англию из-за коронавируса. Ребят, футбол продолжается. Сегодня и завтра будет сразу два отличных матча. Будут играть Ювентус-Милан и Наполи-Интер. Дабы добавить азарта при их просмотре, можешь сделать свой выбор на победителя у моих друзей из OneX. Сейчас возвращаются все топ-лиги. РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия. На которой находится под этим роликом где-нибудь в закрепах. Либо просто просканируйте QR-код на экране. Ливерпуль разгромил Блэкберн в товарищеском матче 6-0. Голы забивали Мане, Кейта, Минамино, Матип, Хувер и Кларксон. В интервью Трансфермаркт Кариус заявил, что хочет остаться в Ливерпуле. Фаны красных, как вам такая новость? В сети появились первые фото третьей формы МЮ на следующий сезон. Фанам красных дьяволов она не понравилась. Эрлинг Холланд снова готов выступать за Дортмундскую Боруссию. Он отсутствовал в предыдущих двух матчах из-за травмы. УЕФА принял решение о доигровке Лиги Европы. Финальный турнир будет проведен во Франкфурте. Используй мой промокод FOTINSIDE и участвуй в акции по страховке первой ставки до 10 баксов, а также получи бонус до 100 долларов на первый депозит. Залетайте по этому QR-коду, который вы видите на своих экранах. Всем удачи! Сборная России осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА. На первой позиции сборная Бельгии. Аякс показал выездную форму на сезон 2020-21. Промес и Ван де Бек участвовали в фотосессии. Игроки АПЛ хотят разместить слоган «Жизни чернокожих имеют значение» на футболках вместо фамилий. Семеду пропустил тренировку Барселоны из-за решения Ла Лиги. Игрок нарушил протокол выхода из карантина, посетив вечеринку. Вератти заметили на отдыхе в Сент-Ропе с сигаретой и двумя моделями Victoria's Secret – Джессикой Айди и Изабель Гулар. Салах приехал заправить автомобиль на АЗС и оплатил бензин всем остальным посетителям. Наш респект! Левый защитник Милана Тео Эрнандес имеет высокие шансы на переход в ПСЖ этим летом. Дортмундская Боруссия сумела опередить Манчестер Юнайтед в борьбе за 17-летнего таланта Джуда Беллингема. Манчестер Юнайтед готов инвестировать в трансфер Джейдена Санча 340 миллионов долларов. Ван Дебек все ближе к Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед сделал наилучшее предложение Аяксу по 23-летнему хавбеку. А мы переходим к самым интересным новостям. Ла Лига вернулась спустя три месяца карантина. 28-й тур чемпионата Испании открывала Сивильское дерби. Сивилья в непростом поединке сумела одолеть Бетис 2-0. Голы на счету Акампаса и Фернандо. Благодаря этой победе Сивилья сохранит третье место по итогам тура. С чем мы их и поздравляем. Как же здорово, что Ла Лига вернулась. Кстати, наш друг Илья Рожков с канала Другой Футбол сделал видео на эту тему. Возвращение Ла Лиги глазами фанатов. Очень зачетное видео. Илья всегда создает отличное настроение. Ссылочка в подсказках. Посмотрите по завершении этого видео. Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Райан Гиггс рассказал, что Криштиану Роналду позволял себя дерзить в период выступлений за английский клуб. Дело в том, что Гиггс заметил, что Роналду пьет Кока-Колу во время завтрака и сделал португальцу замечание. Футболисты МЮ не пьют такое, сказал Гиггс. На что Роналду ответил «Я пью, что хочу, Гиггси». Напомним, Роналду выступал за Манчестер Юнайтед с 2003 по 2009 год. За клуб он сыграл более 200 матчей. Голландская компания Ski Sports, занимающаяся поставкой информации для профессиональных футбольных организаций, футболистов и СМИ, совместно с Лёвенским университетом в Бельгии провела исследование игровых качеств Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Согласно отчету, аргентинский футболист в два раза эффективнее португальского форварда. Исследование подразумевает анализ большого числа игровых параметров. В частности, анализируются все действия, которые совершал футболист на поле и их влияние на конечный результат матча. Итоговый показатель эффективности игровых действий Месси составил 1,21 против 0,61 у Роналду. Исследование приходит к выводу, что Месси чаще работает с мячом, создает больше моментов и оказывает большее влияние на итоговый результат матча, чем Роналду. Друзья, смотрите предложенное видео и оставайтесь с нами. Подписка, колокольчик и вы в курсе всех последних новостей из мира футбола. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok